Ряды, чтобы не стать слабыми. Ну, короче, вегетативным методом размножаются. Однако воспроизведение фактически бессмертных особей должно быть строго ограничено. Иначе еда, человеческий скот, очень быстро исчерпается. Таким образом, невозможно признать, что бессмертие может передаваться через обычный укус, подобно заразной болезни. Подобная вера постоянно опровергается фактами. Способы, которыми повелители пополняют свои ряды, совершенно различны. Это процесс отбора и кооптации, зародившийся после XV века и получивший название «Путь дракона». Иниционное путешествие предлагает человеческому существу, которое решается его предпринять. Шанс повысить свое состояние, чтобы присоединиться к повелителям. Пройдя по пути через испытания, кандидат оказывается в итоге в присутствии одного из них. И если повелителю угодно, человек получает крещение кровью, которое дарует ему бессмертие, на что христианский автор ссылается как на силу жить вне божественной благодати. Путь дракона. Испытания пути находятся в точках пересечения реального, символического и магического. Они чрезвычайно выборочны. И если и случается, что исключительные существа преодолевают одно или два из них, не понимая полностью само предпринятое ими путешествие, совершение его требует полнейшей отдачи, железной воли, а также некого неосязаемого фактора, который мы бы назвали демонической благодатью. Потому что никто не может стать повелителем без милости и одобрения одного из повелителей. Короче, номенклатура партийная, честно-пионерская. Путь получил свое название в честь самого знаменитого повелителя в истории, Влада Цепиша Дракулы, дракона. Можно быть уверенным, что этот принц прошел по пути, а потом и другие последовали по пути к нему. Влад, однако, не был первым. Путь существовал и до него. И он получил крещение кровью от старшего повелителя. Документы доказывают, что на самом деле путь возник с началом истории. Криптограммы его образующие копировались несчетное количество раз. То, как они сливаются со священными произведениями искусства своего времени, показывает, что помимо толп наивных копиистов, горстка посвященных работала, желая зафиксировать в вечности свои знания так, чтобы доступ к ним получали лишь избранные. Первая ссылка. Но если имеется цепочка бессмертных, ведущая к Владу Цепишу, кто явился ее первым звеном? Тексты, старые, как само письмо, предлагают имя Лилит, ночное привидение, убийца детей, выглядящая, как змея, демон сумерек, бывший человеком, но бежавший и восставший против Бога. Реальное существование Лилит – это гипотеза, нуждающаяся в подтверждении. Это действующее воплощение жажды власти, которое представляет собой трансцендентную часть человеческого наследия. Эта же особенность, возведенная в степень, характеризует расу повелителей, рожденных среди людей в полном соответствии с феноменом, описанным Дарвином и его последователями. Итак, человек должен породить Убермэнша, сверхчеловека, но только как метафору и символ, как это понимают философы, но также и на вполне конкретном… А, не только как метафору и символ, как это понимают философы, но также и на вполне конкретном уровне биологии и баланса сил. Кошмар. Хозяева сумрака – это сочинение сумасшедшего. Это сущий бред. Святой Отец, война, которая недавно закончилась, подтверждает, что с ума может сойти весь мир. Меньше чем через 30 лет зло вновь обретет силу и земля опять воспылает. Нет, не так быстро, не так скоро. После той бойни, через которую мы прошли, миру нужно время, чтобы залечить раны. Вы увидите. Авторы книги и опубликовавшие ее общество Туле – все они преступники и без колебаний пойдут по трупам, чтобы обрести силу и вечную жизнь. Война придет из-за них и из-за таких, как они. Согласно авторам хозяев, путь дракона ведет к Владу Цепишу. Это очень даже возможно. Влад был жестоким правителем, умным и целеустремленным. Он вполне мог заключить сделку с дьяволом и получить бессмертие. Получается, он мог прожить уже несколько веков. Наверняка. Но где он мог бы прятаться? Во Владовесте, почему бы и нет? Или где-нибудь еще? Лиса могла сменить нору. Единственный способ сказать наверняка – пройти по пути до конца. Расскажите мне об обществе Туле. Оно в Туле расположено. Эта группа, основанная Генрихом фон Кройцбергом, на руинах Золотой Зари, другого секретного общества. Члены Туле много раз пытались связаться с профессором Ван Бергеном, но он их терпеть не мог. Всегда держал дистанцию. И я поступаю так же. Они и пытались с вами связаться? Много раз. Сначала в открытую, потом обходными путями. О, они очень умны, очень влиятельны. Но я никогда не опущусь до общения с ними. Откуда вы можете знать, что разразится новая мировая война? Вам знаком скрытый апокалипсис Фомы Великого? Да. Некоторые считают его пророческим произведением. Вот он. Откройте книгу, и вы обнаружите удивительные вещи. На этой странице указана причина Великой войны. Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево. Событие, ввергшее мир в ужас, было предсказано несколько веков назад в этой книге. В самом деле? На этой странице, говорите? Забудьте, как вы обычно читаете. Попробуйте составлять слова по вертикали и диагонали. Глядите. Касус Белли. Повод к войне. Именно. Пророчество содержит два других термина, пересекающихся с первым. Поищите, и вы обнаружите дату и место убийства. Сараево. О, есть сараево. О, есть сараево. Так, са-ра-е-во. Вот место. Вот место. А дата? Ой, а дата какого-то... Тут я вот не помню. Это у нас дядя Вова все знает.